Почти три месяца назад эти же члены комиссии приняли решение, что памятник солдату и Стеллу надо ремонтировать. Состояние у этих мемориалов незавидное, а до юбилейного года победы осталось немного. Вот и приняли решение члены комиссии посчитать, а сколько денег потребуется на ремонт. Для этого нужно составить сметы. Мемориалу на коммунистическую сумму у нас составило 219 168,14 руб. по центру культуры, который в южной части находится, стоило 59 296,83 руб. Помимо этого необходимо было подготовить проект по переносу фамилии от Креолитова. На стеле Креолитова завода находятся фамилии креолитчиков, ушедших на войну. Вот по этому поводу были запрошены деньги на следующий год. Выяснили, что в смету занесли не все работы по восстановлению мемориала. Возможно, сумма возрастет. Впрочем, вопрос памятников и мемориалов и тема сегодняшнего заседания комиссии. Дело в том, что Полевская городская общественная организация ветеранов пограничной службы «Граница» просит рассмотреть их обращение об установке ограждения вокруг мемориала воинам-пограничникам в городском парке. У нас завязано все на фундамент. Фундамент связан вместе со стеллой. В позапрошлом году мы полностью откапиталили памятник. Когда техника проезжает, плита начинает вибрировать. Ну и, естественно, вся плитка, там керамогранит, все это колется. Ну и еще не один, значит, проблема вот эта техника и несанкционированная дорога. Вторая – это, ну, законченный вид придать мемориалу. Ну и, значит, мы за свой счет, за счет, за средства организации по договоренности с администрацией сделали межевание, то есть на местности определили границы. Все это мы сделали, как договаривались. Так что, поясняет Владимир Колосов, председатель Полевской общественной организации «Граница», делать будем все по закону, без разрешения никаких мероприятий по установке. То есть цепь будет с провисом, как 80 сантиметров мы выше будем делать, не будем. Члены комиссии посмотрели предоставленные эскизы. Приняли решение, что установить ограждение вокруг мемориала можно, но необходимо это сделать до 8 сентября. Еще один вопрос о сохранении или переносе стеллы воинам Великой Отечественной войны, расположенной в западном промышленном районе территории Полевского креолитового завода. И в этом вопросе точки зрения комиссии совпадали. Полевчане должны знать имена тех креолитчиков, кто воевал в Отечественную и не вернулся. Но где увековечить эти имена? У стеллы, что у Центра культуры, или же у машиностроительного завода? В этом случае, какова же позиция собственника? Захочет ли он установить на своей территории монумент? Или же привязать имена героев к монументу труженикам тыла? Решено сделать проект. И, скорее всего, это будет своеобразный ансамбль, посвященный героям от разных организаций и предприятий. Ольга Фролова, Сергей Чижов. Новости. Твой день.